Руками богооборцев иногда Господь творит некие свои дела. Вот они перенесли календарь так, что теперь Новый год до рождения Христа, светский Новый год, до рождения Христа. И вот это является как некий, на мой взгляд, такой индикатор того, насколько для человека, какие праздники для него важны, насколько он какой, кто он такой, он кто больше, больше светский человек или больше все-таки человек, который почитает Христа. У меня есть очень много знакомых священников, которые празднуют Новый год, причем есть священники, которых я уважаю за их ум, за их знания, но я могу быть не согласен. Со мной тоже могут и могут сейчас не согласиться, что я являюсь противником празднования Нового года, вот этого Нового года. Я не вижу в нем никакой логической связи, смысла, никакой логики, ну такой вот даже светской логики я не вижу. То есть ни исторической, ни моральной, ни духовной, никакой абсолютно. Ну, с чего-то что-то должно начинаться. Есть какие-то, наверное, есть какие-то начало, середина, конец чего-то, каких-то событий. Это понятно, да? Если мы говорим начало месяца, оно с какого дня должно начаться? С первого числа, каждый месяц, да? Не с десятого, нет, не с десятого. С какого месяца начинается зима? Мы не откроем тайну, если скажем, что календарная зима у нас начинается с первого декабря. Середина зимы у нас как когда? Календарная зима, 15 января, хорошо. А чего мы празднуем тогда первого января? То есть в календарном отношении, то есть в годичном круге, даже если говорить о том, что год заканчивается осенью, хотя это тоже странно, год должен заканчиваться по всем правилам логическим, он должен заканчиваться лето. Вот лето закончилось, да? Вот логично. Ну как, наверное, 90% страны связано с учебным годом. Так или иначе, у кого-то внуки, у кого-то дети, у кого-то племянники, у кого-то кто-то, но с учебным годом все связаны. Вот это логично, что после отдыха летнего начинается новый учебный год, это понятно. Когда-то на Руси именно так было, 1 сентября тоже празднули новолетие. Что сейчас празднуем, честно говоря, я вот чисто календарный логический, я не могу понять. Даже если говорить о календаре. Просто для нас, наверное, было то же самое, если бы мы сделали, если бы они, вернее, коммунисты, перенесли не на этот день, но скажем, на кого-нибудь на китайский Новый год, в марте, когда-то будет, в конце февраля, пожалуйста. Какая разница? Самое главное, что это подготовить выпивку, подготовить оливье и, значит, вот отчета отметить. Ну, здесь есть тоже, понятно, что вакуума не бывает, пустота такая обязательно чем-то заполняется. И если убрали религиозную составляющую, она все равно будет, какая-то религиозная составляющая будет и этим праздником. И обязательно этот праздник надо отметить чем? Ну, какой-то мистический Новый год, старый год проводить, мистический Новый год или календарный год встретить, что-то друг другу пожелать, ритуал исполнить. А ритуал какой? Он что из себя представляет? Он что? Это пожелать друг другу или пожелать себе? Или как встретишь Новый год, так он и, значит, пройдет, да, вот если, господи, прости. Не привези к Господе на нашей стране провести так весь год, как она его встречает и 1 января. Но обязательно какие-то пожелания, обязательно какие-то такие религиозные составляющие, даже сказочные религиозные составляющие, этот праздник будет иметь. Там какие-то подарки, которые какой-то Дед Мороз или Снегурочка приносит, там, или еще что-то там, не понятно. Замена понятий, замена личностей святых на какие-то там, значит, вот Санта-Клаусы вместо святителя Николая. Ну, это все, я считаю, что некая такая очень ужасная и отвратительная традиция, которая, да, она, может быть, была в советское время и такая праздничная красивая, елочка там, праздник, это все хорошо. Но вот что для православного, это человека, который уже имеет определенные православные свои традиции, культурные праздники, который имеет свое православное мировоззрение, что он, что он, куда вот эта чаша весов, она, на что она наклонится? Она вот пойдет в эту светскую часть и будет шампанское пить, или же она все-таки будет себя готовить к тому, что называется Рождество Христом? Вот это тоже вопрос и проблема. Я считаю, что, ну, вот, несколько таких случаев было, знакомые тоже не сразу в храм приходили, не сразу, так не, это хорошо, постепенно. И какое-то время, да, они вот держались этих традиций новогодних и говорили, да, вот, ну, тяжеловато как-то, да, уже как-то настроиться на пост, на этот лад, может быть, да. Когда они, когда они больше стали готовиться к Рождеству Христову, им вот этот праздник новогодний, он уходит на второй план, он вообще уже и не особо нужен, а может быть, и вообще не нужен, и потихонечку они перестают его праздновать. Такое тоже бывает. То есть есть опыт, есть опыт у многих, конечно, есть опыт и отката, которые говорят, ну что, ну, попраздновали, ну, а что такого? Ну, или что такого? Ну, вот можно пост нарушить из-за праздника Святителя Николая, Чудотворца? Нет, послабление можно дать, нарушить нельзя. А можно, можно Новый год, если не нарушить, а сделать послабление. А ради чего? Вот ради того, чтобы мир в семье был, ну, наверное, можно, на мой взгляд. А вот ради того, чтобы Новый год встретить, я думаю, что это уже будет перебор. Вот ради чего? То есть должна быть какая-то, какая-то тогда цель. И если я делаю шаг в сторону или назад, то, а ради чего я этого делаю? А зачем мне это? Вот я-то для чего это? Ностальгия? Ну, это интересно, да. Вот это, это, еще раз повторяю, это мое личное мнение. Я никак не осуждаю тех людей, которые празднуют, я только сожалею, что они празднуют этот праздник.